Олечка. Да. Ну что, цена снизилась? Цена снизилась на 500 тысяч рублей. Слушай, ты знаешь, я вот вспоминаю, да, на 500, потому что после раз, когда мы снимали с тобой, он целый 18. Да. Самый дешевый. Да. Мы сейчас дешевый, самый покажем, да? Да, мы покажем. Подъезд сюда асфальтирован, 15-го цвета, центральное водоснабжение. Идеальный подъезд. Я так понимаю, здесь и газ где-то есть рядом? Здесь газ есть, но он у нас не заведен, но он есть, да, рядом. Здесь есть газ, здесь труба. Да, 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 вот она, вот она. Да, здесь, причем как газ какая. Да, хорошо, хорошо. Великолепный вид на горы. Замечательно. Великолепный вид на горы. Когда с тобой вместе туда съездим? Вон Лазурка, видишь? Ну, на тот объект. А, ты про вот этот, ту же дырек, который? Да, ты была там, а я ни разу не был. Все блогеры там уже побывали. Давай сейчас съездим. Серьезно? Сейчас покажем еще дома. Сейчас привет клиентам, мы покажем дома и поедем туда. Да, ну пойдем, пойдем. Этот дом не будем показывать, этот не будем. Мы покажем дом за 17,5 миллионов рублей, сразу скажем цену. Смотрите, три сотки земельный участок, все отгорожено, все вымощено брусчаткой. Вот этот серветут только к этому дому ведет, он отдельный. Да. Смотрите, сколько парковочных мест. Да, этот серветут, он к нашему дому, потому что, соответственно, там свой. По меже прямо идет, именно к этому дому. Здесь потом заборчик поставят и отделят соседей, просто пока здесь два подъездных пути. Да, пока так. Чтобы нам было удобно показывать дома, забор здесь не поставлен. Да, я думаю, ему так было удобно строиться на самом деле и отделку делать. Пока, да. Поэтому отсюда тоже есть, но этот тоже дом продается, просто он дороже. Хотя он такой же абсолютно, по-моему, здесь участок такой же, да, тоже там три сотки. Здесь везде, да, по три сотки земельный участок. Дорогие друзья, фасад, смотрите, аккуратненький, все сделано нормально. То, что ценник такой на сегодняшний день, поэтому решили осветить вам. За домами не будет соседства, здесь просто идет садовый участок. Да, там растут сад, как вы видите. Можно будет урожай собирать, да. На самом деле, это правда. Здесь на самом деле никто не жадничает. Местечко есть, не знаю, банька, что хотите, маленький бассейн, пожалуйста. Вот, аккуратненький, фасадик. Здесь, чем хорошо, преимущество, здесь эксплуатированная кровля. У нас здесь сколько квадратов, Ульф? У нас здесь 108 квадратных метров по выписке, кровля не входит. Не входит, не входит, да. Мы сейчас зайдем, а она эксплуатируемая, на самом деле, можно сделать зону отдыха дополнительно. Здесь хорошее обжитое соседство, вокруг хорошие дома стоят нормальные, капитальные. Ну, по соседству есть немножко дачных домиков, но это абсолютно никак вам не мешает. Слушай, ну здесь у нас... А здесь у нас, знаешь, что здесь сделано? Прочистовая отделка, то есть уже разведено электричество. Да, кое-что сделано, да. Посмотрели? Да, да, да. Здесь пол, не кое-что, здесь полностью проведена электрика. Да, 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 нет, я смотрю, знаешь, бывает тоже говорят, сделано, а на самом деле нет. Здесь много. Здесь все сделано, да. Очень много электрики сделано, да, штукотрудная работа сделана. Косудка, да. Здесь поставить гардюрный шкаф, да, не проблема. Гостевая спальня есть, гостевая спальня, пожалуйста, есть. С окошком, с окошком. Дальше. Здесь кухонное пространство и обеденная зона. Я думаю, этого достаточно, здесь можно поставить какую-то перегородку, чтобы заходишь, невидимым было. Для хранения хлама под лечебное пространство хватает? Хватает. Хватает. Кладовка хорошая здесь получится. То есть, это вроде домик компактный, но в то же время достаточно вместительный. Три спальни мы имеем. Здесь раз спальня. Смотри. Раз спальня. Да, такая же, как на первой этаже по площади, как раз таки с выходом. С видом на сад на ваш. Вот. Пожалуйста. Да, лесок, тихая спаленка. Здесь санузел. Ладно. И вот эта комната спальня, она может быть со своим гардеробом. То есть, тут можно сделать гардеробную комнату, либо кабинет. Ну да. Если кому-то надо, можно сделать рабочий кабинет. Да, можно. Можно, да. Да все, что угодно можно. Хоть мастер спальню можно сделать. Если это будет детская, к примеру, я бы распланировала так, ну, для двоих детей. Можете сделать зону, где они обучаются. Дальше, чтобы спальни, к примеру. То есть, вполне. И балкон, выход на балкон заходи. Ну, просто оцените локацию, здесь море видно. Сейчас вот туманчик небольшой, потепление пошло. Здесь видно море. Вот, посмотри. Там маленький кусочек, да? Да. Видно догомыс на море. На Устеревер. Слушайте, опять же, вот место тупиковое. Три соседа, единая концепция. В принципе, за 17 500. Да, да. А почему нет? Пишина, спокойствие. Пишина, спокойствие. Это правда. Тоже, если вы спросите, допустим, почему не продается или еще что-то. На самом деле, у нас продают в городе кто агенты. Агенты об этом доме особо не знают. Это правда. Это правда. Работы много. Он уволит сегодня с утра. Вот сейчас вот сколько? Еще двух часов нет. У нее уже было два показа. Сейчас будет еще. Поэтому она замученная такая. Работа много? Толку мало, да? Нет, толк есть. Нет, да, есть толк, конечно. Замученная, все хорошо. Пойдем на эксплуатированный проект. Это правда, есть толк. Тебя очень лучше смотрят люди из других городов. Ух ты. Просто, ребята, звоните, пожалуйста. Дзибин. Вы ему просто звоните, приезжаете. И не нужно никакой создавать с этого непонятства. Он адекватно понимающий человек, ваш запрос конкретный. Не покажет вам никаких плохих объектов. Не продажет вам его кровли. Просто привезет туда, куда вы захотите. Привезет вас везде по всем объектам. Вы сами. Ничего вам навязываете. Невязывайте. Да, шикарная кровля, слушай. Да? Шикарная кровля, на самом деле. Вместительная вообще очень, да, скажи? Да, да, да. Много чего можно сделать. Молодец, вытяжку вывел, все сделал. Смотрите, преимущество, да? Грамотно сделал. Подъездные пути 100% хорошие. Да, вообще. Площадь дома и участок адекватные тому, чтобы просто проживать. Огороды вы уже сажать точно не будете. Деревья плодовые посадить здесь можно. За домом они уже растут. Пользуйтесь, сколько влезет. Соседи все адекватные. У нас все соседи, кстати, друг с другом общаются и все разрешают собирать урожай. Если здесь живет какая-то бабушка, уж поверьте, у нее все это пропадает. Клево. Пожалуйста, ребят. А с крыши посмотри-то получше. Нет, конечно, конечно. Нет, я оценил вообще. Я имею в виду море. Слушай, я вообще считаю, что, знаешь, как бы сейчас такая ситуация, когда ты знаешь, я сегодня общался с подписчиками, я объяснял, я да и сейчас могу это еще рассказать. Реально вот тут бывает устаешь, план чего. Вот они говорят, продаж, может нет, еще что-то там снижают, да? Дело в том, что продаж это есть. Десять тысяч виллторов в городе Сочи, десять тысяч человек. И все продается. И все продается только на раз-два. И почему-то вот нормальный дом, как у нас с тобой, 18500, 22 миллиона. Или вот, 17500, хороший дом, соразмерная цена, качество, вообще просто. Но за 40 миллионов они поедут, хлам какой-то купят. Да. Да, вот как это необъяснимо, ну, не понять. Ладно, этот не подходит, но какой-то из всех тех, которые у нас с тобой есть, за 20-25 миллионов, должны же подойти. Нет, они почему-то, приезжаешь, вот ты знаешь, эти поселки коттеджные, где 35-45 миллионов, приезжаешь, оп, было 10 домов, 8, 7, 6, 5, 2 осталось. Кто-то же их купил, как нет продаж, но они есть. Кстати, вот у нас Батумское шоссе, вот Порше-центр, чтобы понимание у вас было. Вот он, когда мы проезжаем на Батумском шоссе, вот у нас Порше-центр, видите. И так, что если у вас Порше, спокойненько, вы можете. Здесь два подъезда закончили мы ночем. Как обычно, закончилась память, поэтому Дмитрий Александрович напоминает, что я принимаю в дар телефон на терабайт памяти. Чисто для работы, ребят, мне как бы, просто для работы. Кто хочет пожертвовать телефон, вы знаете, мой номер телефона, можете перевести наличное. Да нет, просто, пожалуйста, приезжайте к Дмитрию, покупайте дома вместе с Димом. Да, и мы купим уже нормальный телефон. Лучше, я не вижусь, в любом случае, он не покажет. Ну все, да, что, Оль, покупайте дома, все отлично, приезжайте, пойдем. Да, у нас уже хорошая погода, мы вас ждем, едем дальше. Да, поедем. Сейчас спустимся немножко здесь. Ребят, виды, кстати, очень хорошие здесь, на самом деле. Виды очень хорошие. Что слышишь? Ты когда будешь выкладывать эти видео? Я, кстати, еще записи не остановил. Ты хотел что-то сказать, походу? Да. Давай, скажи. Не скажу. Хороший пролет лестничный, широкий достаточно, да? Да. Да нет, он широкий, правда. Он широкий. Ребята, напишите в комментариях, вы хотите, чтобы я Олю взял интервью по поводу ее работы в агентстве недвижимости? Я давно уже хочу, она мне обещает дать интервью, вот. Ну, вы напишите в комментариях, хотели бы услышать интервью про работу в агентстве недвижимости, про взаимодействие. Про делок продаж. Да, про нюансы и так далее. Мне было бы интересно. Я вот хочу, чтобы... Ты всю правду рассказать? Ну, да, я хочу всю правду рассказать. Хорошо. Вот, поэтому вы тоже напишите комментарий, я и отправлю на WhatsApp, и мы решим. Так, ну что, мы поехали опять сейчас на Ордынку, там будет очередной показ у нее в 3 часа. Вот, в день несколько раз дом показывают, конечно. Круто. Дорогие друзья, в описании есть вся информация по поводу ремонта, по поводу строительства, по поводу продажи. Если вы действительно хотите получить лучшие цены и купить недвижимость, допустим, застройщика дешевле, чем у самого застройщика в любом жилом комплексе, если вы хотите ремонт за 15 тысяч за метр квадратный, уже с материалами, набирайте мне, пожалуйста. Я всегда для вас на связи по любым вопросам, ну, просто по любым вопросам вы набираете. Я вас крепко обнимаю всех, говорю вам пока-пока, счастья, здоровья, любви желаю, ну, поехали дальше работать. Пока-пока, это тоже неплохой дом, неплохой.